Ревность, неуверенность в себе, в прошлом пережитый печальный опыт и как следствие недоверия никому и ни к чему, соперничество, все это и многое другое становятся причинами конфликтов между нами и нашей половинкой. И часто так получается, что несмотря на то, что любовь есть, из-за ссор отношения разваливаются. Конечно, выяснение отношений между партнерами важно как для развития, так и для нормального существования пары или семьи. Но делать все нужно с умом, избегая острых конфликтов. Чтобы вы знали, конфликт всегда закрывает человека. И несмотря на любые наши попытки докричаться, это, как правило, ни к чему хорошему не приводит, а только к потере сил, энергии, настроения и даже капельки любви. Как свести ссору на нет, как выходить из конфликтных ситуаций и, главное, как лучше всего подойти к примирению, все это вы легко узнаете из других видео, которые представлены в школе Говори. Ну а я же здесь и сейчас попытаюсь вам разъяснить кое-что о природе ссор, почему мы ссоримся и, главное, кому из нас, мужчинам или женщинам, ссоры нужнее. Поехали! Мужчины. Вот кто чаще всего срывается на крик. И ответственный за такой воинственный поступок несет, конечно же, мужской сексуальный гормон тестостерон. Мера агрессивности, а значит и мера потребности в ссоре, зависит от плотности содержания этого гормона. Так вот, у женщины, в отличие от мужчин, этот гормон вырабатывается в размере лишь 12% от уровня выработки у мужчин. Возможно, поэтому мужчины так склонны к крикам. Итак, мужчины любят срываться на крик, а любимое занятие женщин – это выяснение отношений и разборы полетов по поводу и без. Это происходит потому, что у женщины больше всего задействован чувственный центр. Мы чаще всего опираемся на интуицию и свои собственные чувства. И мужчине, даже если у него есть все аргументы против, никогда не удастся убедить женщину успокоиться, если та что-то почувствовала. Думаю, что каждый из вас прекрасно понимает и без меня, что ссоры и конфликты – это очень и очень плохо. И тем не менее, мы никак не можем обойтись без этого. Ну и ладно с этими ссорами. Главное – это помнить одну очень простую вещь. Если удельный вес ссор когда-нибудь превысит ваши совместные счастливые переживания, пиши пропало. Так какое же допустимое количество ссор? Конечно, лучше, когда ссор нет вообще, но мы-то с вами понимаем, что это практически из области фантастики. И я здесь и сейчас не собираюсь вам говорить все эти банальности о «задержите дыхание», «досчитайте до десяти». Это иногда просто невозможно. Срываешься быстрее, чем вообще успеваешь сообразить, что ты умеешь считать. Поэтому я скажу так. Если произошла ссора, извинения и прочее – это все понятно. Но важно помнить, что в вашей паре на одну ссору должно приходиться не менее пяти позитивных переживаний. И это минимальная пропорция. Старайтесь разрыв между хорошими переживаниями и ссорами увеличивать. В идеале, если в ваших отношениях на одну ссору будет приходиться 10 хороших слов, 10 отлично совместно проведенных вечеров, 10 счастливых моментов. Ну, если уж совсем упрощать, то, скажем так, между двумя днями, которые вы портите друг другу плохим настроением, ссорами, конфликтами, должно пройти не просто 10 дней, а 10 счастливых дней. Иначе конфликты сожрут ваши отношения, и вы потеряете их. Вот и решайте, если ваши отношения вам дороги, и вы хотите сближаться, а не отдаляться, то что проще для вас? Где-то промолчать, сдержаться, не поругаться или каждый день трудиться для создания особых счастливых моментов? Я знаю, что в начале любых отношений это не проблема, но дальше редкие пары избегают недопонимания. В любом случае, увеличивайте запас прочности ваших отношений везде и всегда. Ну, а я с вами прощаюсь и до новых встреч. Пока-пока!